Военнослужащий с позывом «Корявый» был в очередном краткосрочном отпуске. Он рассказал о том, что бойцы всегда получают гумпомощь от волонтёров. И это поднимает не только настроение, но и боевой дух. Гументарная помощь очень помогает. Те же самые влажные салфетки, необходимые и нужные вещи. Не такая уж важная вещь, но очень помогает. Сухой душ тоже. Сейчас летом очень хорошо. Потому что на бывой задаче бываем по 20 дней. А сейчас сотрудники и воспитанники детского сада «Весняночка» приобрели военнослужащим мобильные газовые плиты и баллоны к ним. В полевых условиях защитникам будет проще приготовить еду, разогреть чайник. Уверена, неравнодушные челненцы. Мы организовали ярмарку солидарности в детском саду. Непосредственно участвовали и родители наших воспитанников. На вырученные средства мы приобрели газовые плитки для бойцов ИСЛО, чтобы они могли использовать это в полевых условиях. На самом деле, когда ощущается плечо с тыла, то, что мы их поддерживаем, это очень для них важно. Для нас присылали видео, где читали письма. И ребята там сидели, они прям плакали. И если волонтеры и активисты поддерживают бойцов, то они помогают мирным жителям новых регионов России. По словам военнослужащего с позванным «Корявой», люди благодарят их за всё. Мы радовались, встречали, благодарили. Мы сами помогали, потому что они сидят в подвалах, не вылазят оттуда, еды у них почти нет. Приходилось даже свои воды отдавать, сухпайки, чтобы накормить. Очень рады и были довольны, что мы освобождали населённые пункты. Тем, кто решит помочь в освобождении населённых пунктов новых регионов России, поддерживает и республика. Тем, кто подписал контракт на военную службу в Татарстане, полагается 505 тысяч. Ещё 195 от Минобороны России. Единоразовая сумма может достигать и миллиона рублей, но только до конца июля. Альмира Гайнуединова, Сергей Вильданов. Новости. Набережные Челны.